Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! Если вы являетесь подписчиком или часто смотрите мои видео без подписки, то вы наверняка знаете, что в большинстве случаев здесь публикуется контент, повествующий об ушедших знаменитых людях. В комментариях многие просят меня говорить не только об ушедших знаменитостях, но и о живых и радующих нас новыми киноработами актерах. Я предпочитаю прислушиваться к мнениям людей, и поэтому с сегодняшнего дня на моем канале начнут появляться видео о наших любимых советских актерах, которые по сей день в строю. Они радовали нас своими ролями в кино во времена СССР и продолжают делать это по сей день. Надеюсь, вам будет интересно узнать о их фильмографии и личной жизни немного больше. Советский и российский актер театра и кино, народный артист Евгений Витальевич Миронов начал сниматься в кино в конце 80-х годов прошлого века. Его советская фильмография невелика. Во времена СССР он снялся всего в десяти кинолентах, например, «Любовь», «Как живете, караси», «Делай раз» и «Перед рассветом». Гораздо больше ролей актер сыграл в фильмах, снятых уже во времена современной России. Многим Евгений Миронов запомнился по ролям в кинопроектах «Лимита», «Последняя суббота», «Ревизор», «В августе 44-го», «Превращение», «Вечерний звон», «Есть идея», «На верхней масловке», «Космос как предчувствие», «Побег», «В круге первом», «Охота на пиранью» и по участию в съемках массы других фильмов. Актер продолжает активно сниматься в кино. В 2020 и 2021 годах вышло несколько фильмов с его участием. Немало кинокартин находится на стадии производства. Сейчас Евгению Миронову 54 года. Свою личную жизнь он предпочитает не афишировать. В начале прошлого года в СМИ можно было встретить информацию о том, что у актера есть пятилетний сын. Насколько эта информация соответствует действительности, неизвестно. Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист Российской Федерации Олег Евгеньевич Меншиков имеет в своей фильмографии 63 работы. В советском кино он снялся более 15 раз. Мы помним его по следующим кинолентам времен СССР. «Жду и надеюсь», «Покровские ворота», «Полоса препятствий», «Мой любимый клоун», «Жизнь по лимиту» и «Лестница». Стоит сказать, что наибольшую известность Олег Меншиков все же получил благодаря более современным кинопроектам, например, «Утомленный солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Восток-запад», «Доктор живага», «Золотой теленок», «Статский советник», «Легенда номер 17», «Гоголь» и «Притяжение». В настоящее время Олег Меншиков снимается в кино, но редко. Также с 2012 года он является художественным руководителем и директором Московского драматического театра имени Ермоловой. Сейчас Олегу Меншикову 60 лет. Актер женат, детей у него нет. Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист Российской Федерации Сергей Васильевич Маковецкий пришел в кино в начале 80-х годов прошлого века. Он успел сняться более чем в 20 советских кинолентах. Например, мы можем увидеть его в таких проектах, как «Я сын трудового народа» и «Экипаж машины боевой». Всенародную известность и узнаваемость этому актеру принесли более поздние работы в кино. Многие знают Сергея Маковецкого по следующим кинолентам, снятым в современной России и Украине. «Наш американский Боря», «Ребенок к ноябрю», «Макаров», «Пьеса для пассажира», «Черная вуаль», «Операция с Новым годом», «Он не завязывал шнурки», «Ретро втроем», «Брат 2», «Ключ от спальни» и многим другим. Отдельно нужно выделить работы по озвучиванию. Многие не знают, что голосом Сергея Маковецкого говорит князь Киевский из серии мультфильмов о богатырях. Всего в фильмографии этого актера свыше 120 работ. Сергей Маковецкий продолжает активно принимать участие в развитии отечественного кинематографа. В 2020 году он снялся в трех фильмах, а также озвучил один мультфильм. Сейчас актеру 62 года. Он женат, общих детей у пары нет. Советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Владимир Адольфович Ильин снимается в кино со второй половины 60-х годов прошлого века. Во времена Советского Союза он успел сняться более чем в 20 кинолентах. Мы можем увидеть его в таких советских фильмах, как «Шапка», «Рой», «Мой любимый клоун» и «Веселый калейдоскоп». После распада Советского Союза Владимир Ильин стал сниматься гораздо чаще. Мы можем увидеть его в следующих проектах, снятых после 1991 года. «Минялы», «Над темной водой», «Стрелец непрекаянный», «Ехай», «Хочу в тюрьму», «Марш турецкого», «Горыныч и Виктория», «Заяц над бездной», «Сыщик Путилин», «Палата номер 6», «Тарас Бульба», «Черный барабан», «Классные мужики» и в других. Владимир Ильин по сей день активно снимается в кино. В 2021 году запланирован выход большого числа кинолент, в которых снялся этот актер, в том числе в качестве главного героя. Сейчас Владимиру Ильину 73 года. Актер женат, детей у супругов нет. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Андрей Игоревич Смоляков, пришел в кино в конце 70-х годов прошлого века. Во времена СССР он успел сняться более чем в 30 кинолентах, среди которых следует выделить «Целуются Зори», «Отец и сын», «Коней на переправе не меняют», «Андрей и злой чародей», «В начале игры», «А тебе», «Родители не выбирают» и «Возьми меня с собой». К моменту распада СССР Андрей Смоляков был уже востребованным актером, успевшим сыграть немало главных ролей. И поэтому нет ничего удивительного в том, что его стали активно приглашать сниматься в кино в современной России и за пределами нашей страны. Среди кинолент постсоветского времени, в которых снялся этот актер, следует выделить «Антикиллер», «Убойная сила», «Диверсант», «Потерявшие солнце», «Штрафбат», «Адъютанты любви», «Две судьбы», «Свой чужой», «Бухта страха» и многие другие. Андрей Смоляков и сейчас активно снимается в кино. В 2020 году вышло две киноленты с его участием. В 2021 году планируется премьера еще семи. Сейчас Андрею Смолякову 62 года. Актер женат, и у него есть сын. Советский и российский актер театра и кино, телевидения и дубляжа, режиссер телеспектаклей и документального кино, сценарист, телеведущий и литератор Вениамин Борисович Смехов впервые снялся в кино в середине 60-х годов прошлого века. С этого момента и до распада СССР актер успел сняться почти в 20 кинолентах. Например, мы можем увидеть его в фильмах «Середина жизни» и «Д'Артаньян и три мушкетера». Среди более поздних кинопроектов, в которых снялся Вениамин Смехов, следует выделить «Мушкетеры 20 лет спустя», «Тайна королевы Анны» или «Мушкетеры 30 лет спустя», «Монте-Кристо», «Прилетит вдруг волшебник», «Возвращение мушкетеров» и «Земля Эльзы». Вениамину Смехову 80 лет. Он продолжает сниматься в кино. Сейчас в производстве находятся две киноленты с его участием. Актер женат второй раз. У него две дочери и три внука. Советский и российский актер театра, кино и озвучивания, театральный режиссер, сценарист, продюсер и народный артист Российской Федерации Сергей Леонидович Гармаш снимается в кино с первой половиной 80-х годов прошлого века. В советском кино он успел сыграть более чем в 20 кинолентах. Среди них следует выделить «Отряд», «Карусель на базарной площади», «Иван Великий», «Однажды в декабре», «Навождение» и «По 206-й». После распада Союза актер продолжил сниматься в кино. За последние три десятилетия не было ни одного года, в который не выходило хотя бы 2-3 фильма с участием этого актера. К числу известных кинопроектов, в которых в постсоветское время снялся Сергей Гармаш, следует отнести фильмы «Операция Люцифер», «Поезд до Бруклина», «Время танцора», «Не послать ли нам гонца», «Ворошиловский стрелок», «Каменская», «Линии судьбы», «Марш-бросок» и многие другие ленты. Сергей Гармаш продолжает активно сниматься в кино. В 2020 году вышло 4 проекта с его участием. На 2021 год запланирован выход еще как минимум трех кинолент. Сейчас актеру 62 года. Он женат. У Сергея Гармаша есть сын, дочь и внук. Советский и российский киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель, народный артист РСФСР Василий Борисович Ливанов начал сниматься в кино в конце 50-х годов прошлого века. Во времена СССР он снялся более чем в 25 кинопроектах, например «Неотправленное письмо», «Слепой музыкант», «Коллеги», «Мне было 19», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Лунная радуга». В современном российском кино Василий Ливанов снимается нечасто. В его фильмографии всего 8 таких работ. Например, «Он свое получит» и «Мастер Маргарита». Василий Ливанов знаменит не только ролями в кино, но и озвучиванием персонажей кино и мультфильмов. Примером таких работ могут послужить «Тайны третьей планеты», «Дядюшка Ау», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», «Чебурашка и крокодил Гена», а также «Малыш и Карлсон». Василий Ливанов не снимается в художественном кино с 2007 года, но при этом он пишет сценарий и занимается режиссурой. Сейчас актеру 85 лет. Он женат второй раз. У актера трое детей и четыре внука. Советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант, народный артист Российской Федерации Игорь Борисович Скляр начал сниматься в кино в первой половине 70-х годов прошлого века. Во времена СССР он успел сняться более чем в 20 кинопроектах. Например, «Только в мюзик-холле», «Берегите женщин», «Мы из джаза» и «Имитатор». В постсоветский период, особенно с начала 2000-х, Игорь Скляр начал сниматься в кино гораздо активней. К числу кинолент постсоветского периода, в которых снялся этот актер, нужно отнести «Год собаки», «Дети понедельника», «Все золото мира», «Рататуй», «Подземный переход», «Уходящая натура», «Семейный альбом» и «Своя земля». Сейчас актеру 63 года. Он служит в театре и продолжает сниматься в кино. Игорь Скляр женат, у него есть сын. Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист Российской Федерации Виктор Иванович Сухоруков снимается в кино с начала 70-х годов XX века. Во времена СССР он снялся более чем в 10 кинолентах. К примеру, его можно увидеть в проектах «Бакенбарда» и «Счастливые дни». После распада СССР актер стал сниматься гораздо чаще. К числу его киноработ указанного периода следует отнести «Комедия», «Строгого режима», «Операция с Новым годом», «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Алхимики», «Бандитский Петербург», «Дальнобойщики», «Антикиллер», «Бедный бедный Павел», «Русские страшилки», «Изгнанник» и многие другие фильмы, а также сериалы. Помимо съемок в кино, Виктор Сухоруков часто занимается озвучиванием. К примеру, его голос можно услышать в проектах «Иван Царевич и Серый Волк», а также «Груз-200». Сейчас актеру 69 лет. Он продолжает активно сниматься в кино. На ближайшее время запланирован выход нескольких кинолент с его участием. Актер не женат. Сегодня я рассказала вам лишь о нескольких любимых с советских времен актерах. В ближайшее время на моем канале появится еще много таких публикаций. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.